Патрульная служба государственной инспекции по маломерным судам выдвигается в путь еще до рассвета. Сегодня вместе с ними представители еще одной службы, технадзора. Исследуется территория Близградни и Мелкого. С первыми лучами солнца и первые нарушители. Автомобиль на реке оставлять ни в коем случае нельзя. Вопрос прежде всего безопасности самих водителя и его пассажиров. Запрещено выездить. Тем более, ездят и припоют. Вот там написано было без проблем. Сейчас здесь промоено. Сейчас видите, как опустилась вода. Все провалитесь. Не знаю, вчера ребята ездили, к тому моменту. Ветры луги прорубишь и все уже с силы едут. Но если сейчас обошлось предостережением, то в случае с другим транспортным средством все оказалось гораздо серьезнее. Неважно, сколько метров водитель планирует преодолевать на снегоходе или квадроцикле. Один или несколько десятков. При каждом выходе на лед у него должны быть при себе свидетельства о регистрации, удостоверения на право управления и талон техосмотра. Иначе это как сесть за руль автомобиля без прав. У этого гражданина не нашлось ни одного из положенных документов. Объяснение боялся потерять. Так как мы не видели, что вы на нем ехали, не попались, то штраф мы на вас составлять не будем. Если поедете сейчас куда-то, значит составим штраф еще на вас выпишем на 300 рублей. Но штраф это, можно сказать, еще полбеды. По компьютерной базе при вводе цифры номерного знака выясняется, что данный снегоход не проходил техосмотр с 2007 года. А это уже чего-то запрещением к эксплуатации и снятием номерного знака прямо на месте. Регистрационный знак остается в инспекции гостехнадзора до момента устранения того нарушения, за которое он был снят. То есть данный снегоход не проходил технический осмотр уже несколько лет. После того, как транспортное средство будет подготовлено и пройдет, ему будет возвращен государственный регистрационный знак вместе с талонным допуском. Зимним видом транспорта с каждым годом уделяется все большее внимание. Количество их возрастает. В этом году был зафиксирован 2009-й снегоход. А как следствие и желающих полихачить становится больше. Печальных примеров достаточно и в этом сезоне. В Кемовском районе граждане, владельцы снегохода с товарищем не скрывали, значит, что они перед выездом покататься употребляли спиртные напитки. В результате чего также выехали на автодорогу и совершили столкновение с припаркованным автомобилем. В результате, значит, получили значительные травмы и были доставлены в районную больницу. Что же касается безопасности самого катания, то, к примеру, здесь в городне лед около 60 сантиметров, а следовательно, вполне может выдержать такие нагрузки. Однако в области есть места, где сотрудники ГИМС не рекомендуют находиться на льду даже рыбакам. Есть очень много мест, где промоины образуются в результате родников, ключей, сбросовод, сброс канализации где-то там санкционированные, бывают и не санкционированные. Это вот у нас в Твери, ну, Соменко, такое вот опасное место в районе химинститута. Несмотря на расхожее мнение, что река – это самая спокойная трасса, водителям снегоходов и квадроциклов, говорят в ГИМС, не стоит легкомысленно к этому относиться. Разгоняться тем более нужно осторожно, ведь на пути могут оказаться лыжники и рыбаки, и чей-то драйв в итоге может обернуться ущербом для здоровья другого человека.